Здравствуйте, дорогие друзья и гости моего канала. Сегодня мы будем высаживать томаты. И, пожалуйста, если кто-то хочет следовать моим инструкциям, можете последить за моими рекомендациями. Что нам нужно для высадки томатов? Вернее, то, что делаю я. То, что делают другие, это уже их дело. Я приготовлю золу древесную, мне нужно. Вот у меня остатки шелухи чесночной. Это я засыпаю для обеззараживания таватов. И обязательно в лунку я засыпаю. Это я сейчас высыпала просто, вернее, не сейчас, а храню здесь. Это нитроаммофоска. Удобрение с НПК составом. Здесь состав 16-16-16. 16 азота, 16 фосфора и 16 калия. Вот так выглядят эти гранулы розового цвета. Это комплексное водорастворимое даже удобрение. Очень хорошо оно. Полный комплекс удобрений с микроэлементами. Поэтому я его засыпаю. Это удобрение мы засыпаем. Вот спичечный коробок – это 20 грамм. 20 грамм – это вносится под перекопку. Или местно в лунке вносится. Это у меня, поскольку мы уже перекопали всю гряду, сделали лунки. Лунки сделали глубиной 25 сантиметров, то есть на штык лопаты. И вот здесь частично я уже насыпала чесночные шелухи. И сейчас буду насыпать нитроаммофоску. Вот спичечный коробок нитроаммофоски – это 30 грамм. Мне нужно на квадратный метр буду вносить 20 грамм под томаты. Это удобрение вносится под картофель, томаты, землянику очень хорошо. Поэтому я это удобрение рассыпаю на три лунки. Вот такая вот жменька. По-русски говорят, жменька этого удобрения вносится на три лунки. Ну, пожалуйста, нужно обязательно, если это комплексное удобрение и гранулированное, но его обязательно нужно перемешать, чтобы корни не обожглись об это удобрение, когда мы пересаживаем молодые растения. Поэтому мы берем лопаточку и потихонечку так перемешиваем. Я сейчас покажу, как я высаживаю томаты. Вообще лунки я располагаю, поскольку это боковая сторона, поэтому я располагаю в шахматном порядке. Расстояние между лунками, между центрами лунок я делаю 50 сантиметров. У меня в основном томаты индетерминатные, ну, немного есть детерминатных, поэтому вот такое выбираю расстояние. Здесь мы уже насыпали еще, хотела я вам отметить. Температура, вот приобрела я такой вот термометр, и температура почвы обязательно замеряем, вот уже 12-13 градусов. То есть для томатов уже вроде как подходящее, можно их высаживать. И вообще, дорогие друзья, для посевов, для высадки вообще любых, допустим, овощей или чего-то, ориентируйтесь, если даже у вас нет термометра, то если у вас уже начали вылазить одуванчики и уже зацветают, то значит температура почвы прогрелась на 10-12 градусов. Или, например, цветет черемуха. Это тоже уже почва прогрелась на 10-12 градусов. Ну вот, друзья, давайте приступим. Вот мы в лунку добавили, и обязательно нужно еще горсточку, вот такую горсточку добавляю древесной золы. То есть мы сейчас добавили все удобрения, и на первый месяц, пока приживутся растения, пока приживутся наши томатики, нам этого будет пока достаточно. А потом мы уже посмотрим, по развитию томатов мы уже посмотрим, как они будут себя чувствовать. Мы уже будем добавлять удобрения. Вообще я удобрениями сильно не пользуюсь, только зелеными удобрениями. Итак, вот еще хочу вам показать. Вот томаты, которые я выращивала ленивым методом. Вот сегодня этой рассаде 45 дней. Вот посмотрите, какая у нее корневая система. Выращивание мне очень понравилось. За два дня до высаживания рассады я оборвала все нижние листочки, потому что я буду высаживать томаты наклонным образом. Поэтому вот эти листочки, чтобы они не лежали у меня на почве, я их удалила. Вот видите, все так. Посмотрите, какая корневая хорошая. Поэтому и томатики уже закаленные. Они за два дня были вынесены у меня в теплицу. Посмотрите уже, такие нормальные. Их можно уже не ослабленные. Их можно уже высаживать. Ну а высаживаем уже как законно. Еще что. Нужно обязательно пролить лунку. Если у вас почва влажная, вот как у меня влажная, то в лунку я залью пол-литра вниз, и сверху я полью томатики, когда уже буду высаживать. Если у вас почва сухая, бывает и песчаная почва, или там еще очень рыхлая, например, мы, например, ну, не вносили влагу, то поэтому на один томатик нужно обязательно два литра воды. Поливаете в лунку, высаживаете томатик, а затем присыпаете, и уже не трогаете целую неделю. А то может быть и больше, в зависимости от самочувствия растения. Ну, я покажу сейчас вам на одном томатике, как я это делаю. Вообще, когда мы высаживаем томаты, у меня теплица расположена. Теплица расположена. Здесь у меня север, а здесь у меня юг. Поэтому, когда я высаживаю томаты, я корнем располагаю к югу, и томатик высаживаю в таком вот направлении. Сейчас я... Вот так я его располагаю. Так, еще забыла я. Я обязательно добавляю в водичку фитоспорин. На леечку. На лейку воды, теплой воды, температура воды должна быть градусов 25 до 30 градусов. Это гораздо лучше, потому что для растения, чтобы он не чувствовал, что он переходит в какую-то другую почву, потому что, конечно, почва уже 13 градусов, но чтобы была... Температура воды должна быть обязательно до 30 градусов. Здесь у меня 8-литровая леечка, поэтому я вот так фитоспорин удаливаю. Перемешиваю. И поливаю. Ну, так вот приблизительно литр. И засыпаем просто сухой землей. Вот так томатик будет у меня располагаться. И уже на следующий день он поднимет свою голову именно на юг. Он будет поднимать, и он у вас встанет вертикально. Если у вас теплица в другом направлении, ну, в общем, наверное, люди понимают, что, в общем, ногами нужно томата на юг, а головой нужно на север. И он будет подниматься к солнышку. И затем уже будем, когда они поднимутся, мы высадим все томатики, прикроем укрыванными обязательно. и затем уже будем ждать, когда они поднимут свои головы, когда они начнут уже подрастать. А затем мы уже вставляем. Я подвешиваю, вернее, закрепляю веревочки и привязываю их к веревочкам. То есть не колышками я пользуюсь, а просто крючками. За крючки я привязываю и подвешиваю к шпалере. Ну вот, дорогие друзья, сложного ничего нет. Единственное, что нужно, если у вас, конечно, почва хорошо удобренная, там перегной вы вносили или еще, допустим, с осени у вас заготовлено, конечно, в лунку лучше ничего не класть. А затем уже томаты сами покажут, чего им недостаточно, чтобы они не в ущерб урожаю у вас зеленую массу наращивали. Поэтому старайтесь поменьше вносить, конечно, удобрений. Но у меня земля была объединенная, потому что в этой теплице мы выращиваем все время томаты, перцы, и никогда она у нас не отдыхает. Поэтому мы унесли все. Все, что я думаю, что оно понадобится. Ну а так, до новых встреч, всего доброго. Будем следить, как будут расти томатики. До свидания. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...